Здравствуйте, товарищи. Сегодня мы общаемся с Алексеем. Он работает в сельскохозяйственной сфере. И сегодня мы узнаем, какова ситуация на предприятии, на котором он трудится. Здравствуй, Алексей. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, полностью. Свистунов Алексей Владимирович. Рабочий. Работаю сельхозпроизводством кооператива обороны страны Нижегородского области. Рабочий. А скажи, пожалуйста, а давно ты работаешь на этом предприятии? На этом предприятии уже 10 лет. Чем занимается конкретное предприятие? Ну, предприятие у нас производство зерновых, производство молока. Когда-то разводил свиней, но сейчас только на производство молока и производство зерна. Ясно. Корма зерна. Скажи, пожалуйста, а что входит в твои обязанности? То есть, конкретно чем ты занимаешься? Ну, мои обязанности, я же рабочий, как говорится, разнорабочие. Куда пошлют? Где плотничать? Где навоз убирать? Где... Ну, что угодно вообще. Все работы, которые происходят на ферме, это вообще-то грязная и тяжелая работа. Хотелось бы... Тяжелый труд вообще и крестьянский. Крестьянский труд вообще тяжелый и, скажем так, неблагодарный. Количество мужчин и женщин, то есть коллектив какой в основном? Преимущественно? Ну, преимущественно, как сказать. Ну, первое, подразделение гаражей, там, в основном, мужчины работают. Например, на ферме где-то 50 на 50 женщин и мужчин. То есть, у нас в подразделении есть ток счета, там тоже женщин и мужчин. То есть, ну, где-то половина-половина примерно. Следующий вопрос. Мог бы ты рассказать подробнее про условия труда? То есть, что я имею в виду? Это график работы, есть ли трудовые договора, рабочий день, допустим. То есть, такие вот вопросы. Ну, рабочий день, если я все-таки вытребу себе свой трудовой договор, рабочий день определено на 7 часов. При этом указано, что 40 часа рабочей недели. Это, например, у рабочего, да? То есть, мы работаем в субботу, в субботу мы дорабатываем те часы, которые не доработали за эти 5 дней. То есть, в субботу еще 5 часов дорабатываем. То есть, мы берем двоярку-терятницу. У них рабочий день разорван на две части. То есть, с утра приходит вечно, приходит два раза в день. Ну, у водителей, как говорится, зимой, вот, укладность и графика. Летом, когда вот горочная, там, страда, вот это все, вот. Там, естественно, уже идет без ограничений. То есть, от рассвета и до заката. То есть, если дождик выходной, если так, то несколько не выходных, ничего. А переработки, они как-то оплачиваются? Это как-то фиксируется? Вот это очень большой вопрос. На эту тему очень много было споров у людей с руководством. К чему они там пришли, я не могу сказать. Потому что система, положение об оплате труда, я до сих пор еще не увидел. Его надо как-то выбить из конторы. Ну, в смысле, посмотреть, добиться, чтобы его показали, и посмотреть, как они оплачивают. Ну, там есть листочки, первые выходные и праздничные дни, они ставят. То есть, если вы выходите в выходные и праздничные дни, оплачиваете чего-то. То есть, сказать не могу. В основном, говорят, что у вас сделка. То есть, там интересно получается. Иногда сделка, иногда по временкам, там не угадаешь. То есть, я не знаю, как они, я не могу сказать, как они рассчитывают зарплату. Потому что подробности я не знаю. А трудовые договора заключены с работниками? Ну, вот насколько я спрашивал, я говорю, нужен был трудовой договор образец, трудовой договор. У большинства, говорит, у нас нету. Кто-то в последнее время устраивался, им выдали на руки. Там некоторым. А кто давно работает? У нас, говорит, нет трудовых договоров. То есть, получается, следующая ситуация. Некоторым товарищам, у которых есть трудовые договора, отчисления соответствующие делаются в соответствующие органы, да? А другие работают просто по договоренности. Так получается? Ну, как? Трудовая книжка находится в колхозе. То есть, там как бы человек оформленный. Но подробности я не знаю, как они именно оформляются. Там трудовой договор они оформляют, не оформляют, отчисляют, а не отчисляют. Говорят, что отчисляют. Я не могу это проверить, потому что они документы. То есть, просто так говорить гласловно я не буду. Ясно. Вот скажи, пожалуйста, еще такой вопрос. А какова средняя зарплата на вашем предприятии, у рабочего? Не знаю. Это председатель как-то говорил, что средняя зарплата у нас сам большая по району. Там что-то в районе 25 тысяч. Ну, это не знаю, как это. Средняя зарплата, сами понимаете. Средняя температура в больнице. Ну, например, у рабочих у нас средняя зарплата, ну, сколько там, 14 грязная, 13 грязная. В таких пределах. То есть, скажем так, немного. Ну, то есть, если мы говорим про науку, да, то мы понимаем, что эта зарплата примерно в 10 раз меньше стоимость рабочей силы. Правильно я понимаю, Алексей? Примерно так. Ну, я, кстати, насчет 10 раз не знаю. Я для нашего посчитал, для региона. То есть, я прикинул цены, которые были в расчетах, там эти. У нас там не 100 тысяч, у нас где-то 1060 должно быть стоимость рабочей силы. То есть, я сделал скидку на то, что у нас не квартира, а дома, недвижимость. То есть, у нас продукты подешеврен, чем тоже в Омске, там, чем в Питере, чем в Москве. Ну, где-то, да, в 4-5 раз ниже. Но это, в принципе, я брал не полную стоимость. Это я брал вот это минимальное. То есть, минимальное, необходимое для выживания. То есть, без учета недвижимости, без учета покупки автомобиля, там, вот это. Просто то, что нужно, необходимо для выживания семьи четырех человек в нашем вот местности. Ясно. Следующий вот вопрос. А само предприятие находится в каком состоянии? Это можно как-то судить по средствам производства, которые используют предприятия, по тому, какие там здания, сооружения. То есть, развивается предприятие или, наоборот, оно находится в таком приходящем режиме, скажем так? Ну, знаете, в данный момент, данный момент, оно не развивается. То есть, до этого был период, когда устроились у нас новые дворы, там закупалась техника. Сейчас я такого сказать не могу. То есть, что-то поддерживается просто на уровне, что-то деградирует. Например, поголовье у нас упало, падает. То есть, надое упало. Ну, производство. В этот год с уборочной достаточно сложно было. То есть, были перебои с закупкой солярки. То есть, я не скажу, что сейчас хорошо. Такой вопрос. А вот новых работников много принимают? Либо, например, люди пытаются уехать в Нижний Новгород куда-то, либо в другой большой город, чтобы найти там лучшие условия труда или более высокооплачиваемую работу? Тут сложно сказать. Люди, конечно, да. Кто может, тот куда-то уезжает работать. Потому что, еще раз говорю, крестьянский труд, он очень благодарен. Тяжелый, грязный. Но кто остается, кто остается. Кому не хочется уезжать, кому деваться некуда. То есть, новых работников берут, вроде берут, но в то же время уходят люди. Мне хочется понять. То есть, деревня, она разлагается в этом плане? Или все-таки что-то там еще живет, предприятие есть? Может быть, какие-то новые предприятия там строятся? Или деревня умирает? Если говорить об нашем районе, то деревня умирает. Это видно и по нашему селу. То есть, население у нас сокращается. Ну, естественно, конечно, кто-то куда-то уезжает там. Но видно, сколько людей рождает, сколько умирает. Это же видно. Соседние деревни, вот они, некоторые уже на грани того, чтобы исчезнуть. Какие-то уже исчезли. То есть, вот у нас, первый сельхозкооператив, он еще работает. В соседях работает. А некоторые уже и не существует. Развалились. В общем-то, в Пилинском районе, вот только, я не знаю, может, Сергачик где-то есть. Вот эти СПК, именно как колхоз, как были в советское время, с таким же примерным уставом, со всем этим, они сохранились, по-моему, только в Пилинском районе. То есть, потому что был один глава администрации, который почему-то сделал ставку их сохранить. Когда 90 разваливали все колхозы, он почему-то решил их сохранить. И тогда был такой хороший председатель, ну как хороший, да, он такой деятельный, и он не дал развалить колхоз, растащить его в тот момент. Я могу сделать такое вот, что деревня умирает, да, в прямом смысле, потому что население либо уезжает на лучшие заработки, либо просто смертность превышает рождаемость, и, соответственно, основные фонды, они не обновляются, да. То есть, средства производства, они либо поддерживаются, но оборудования нового закупается мало, и так далее, и так далее. Правильно я понимаю, да? Да, в основном это так. Ну, закупается, конечно, по мере необходимости, то есть, когда уже делаться некуда, то есть, приходится покупать, приходится менять, потому что там это, например, устаревший. Тем более сейчас, например, на старые оборудования уже из-за впечатления никаких нет, то есть, уже покупают, например, новые дойки, там, новые все эти... Ну, что-то латается, естественно, из старой до последнего, то есть, держится. Вот у нас некоторые дворы, там, 60-х годов постройки, там, 50-х годов, то есть, они уже не совсем, так сказать. Их латаем, латаем, латаем. Алексей, скажи, пожалуйста, а вот люди, которые работают на предприятии, я так понимаю, что своим положением они скорее не довольны, чем довольны? Да, они скорее не довольны, чем довольны. Потому что оплата труда у нас в последние годы, так скажем, имеет тенденцию к понижению. У нас постоянно зарплата сбавляется. А задерживают зарплату или вовремя? Нет, насчет этого они не задерживают. Потому что был когда-то инцидент, что они задержали. И тут что-то чуть ли не до прокуратуры, в общем, тут дошло. И с этого момента они начинают выдавать 14-го числа, как положено. То есть, они могут быть даже 5-ти человек, но главное начали выдавать там. Ну, в общем, они стараются это поддерживать, то есть, зарплаты стараются давать вовремя. А вот это недовольство людей, оно как-то проявляется вовне? То есть, разговоры в курилках какие-то, допустим, после работы или еще как-то? Ну, естественно. Именно так и проявляется. Разговоры в курилках, разговоры после работы, за рюмкой чая, как говорится. Ясно. Ну, то есть, я так понимаю, в основном и целом просто ругают начальство, телевизор, в таком плане, что все плохо, что куда мы катимся, и пропала Россия-матушка. Да, типа того. Я им говорю то, что как все плохо, я и сам могу рассказать. Я все это знаю. А вот что делать, мало того предлагаю. То есть, практически никто. Но я вот знаю, что сейчас у вас на производстве происходят какие-то изменения, да? То есть, положительные именно в пользу интересов работников, коренных интересов. Можно об этом что-то сказать, Алексей? Ну, пока изменений никаких не произошло, они только начинаются. То есть, да, вот мы сейчас начали борьбу за то, чтобы нам вернули то, что у нас незаконно отобрали. 10% в этом году азартной платы. Нас незаконно лишили. Потом есть еще тогда перспектива на... В прошлом году нас лишали также. Ну, там уже не знаю, как прокуратура посмотрит. На данный момент мы через прокуратуру. То есть, у нас есть профсоюз, но пока мы... То есть, коллективное требование было начальством, чтобы вернуть 10%, компенсировать, отменить это незаконное решение, компенсировать, выдать на арки трудовые договора, ознакомить все с коллективным договором, с положением по оплате. Это все было записано на коллективное требование. Создать комиссии на каждом подразделении от двух до шести человек, чтобы которые решали вопросы приема увольнения на работу, и некоторые связанные с производством. То есть, заработчиками, заработниками. Чтобы не было самодур, что-то это пересечь. Это было коллективное требование. Тогда о профсоюзе не было речи. Просто нужно было как-то противостоять. Потому что были такие инциденты, что просто там... Человек приходит на работу, ему говорят, там, делай то-то. Ну, к примеру, там, я на крышу не полезу. Потому что у меня нет, там, ни технической безопасности, ни допуска, ничего. Не нравится, иди домой. Сиди дома. То есть, вот так вот, даже без этих, без бумажек, без всего, тебя просто отправляют домой, сиди дома, пока не вызови. К примеру, так. То есть, это беспредел надо было прекращать. То есть, как-то маленько загадить. Ну, начальство наше требование проигнорировало. Оно... Там было собрано 47 подписей. Оно их проигнорировало, нашло отмазку. Да, в буквальном смысле слова, отмазка. Пришел ответ. То есть, то, что коллективное требование выпало на двух листах. На одном листе само требование, на другом подписи. И вроде того, что они не могут определить то, что эти подписи принадлежат к этому коллективному требованию или не к этому. Плюс к тому еще, еще одна. Ну, это может быть наша ошибка, но я не знаю. Наверное, не ошибка. То, что не выбран был представительное лицо от коллектива. Кто? Ну, это можно оспорить. Просто пока не хочется. Потому что сама форма коллективного требования была, мы ниже подписавшись. То есть, не заявление Галкинова, а от работников СПК обороны страны. Мы ниже подписавшись требуем. То есть, там не было представительное лицо, там представитель профсоюза, там это и от лица коллектива. Нет, такого не было. Было просто от коллектива требование. Ну, а сейчас такое есть? Чего? Выбран представитель? Ну, сейчас на данный момент мы создали профсоюз. То есть, он как представительный орган рабочих. И вот, я думаю, с помощью него уже можно будет решать все проблемы. Ясно. Ну, я так понимаю, что профсоюз вы организовали недавно? Да, профсоюз недавно. 11 ноября мы его организовали. И хотелось бы задать следующий вопрос. Начальство отреагировало, естественно, негативно на это, да? И как-то это вовне проявилось? То есть, например, давление на работников как-то оказывалось с помощью кого-то, с помощью людей, которые работают на предприятии, либо сторонних каких-то организаций, либо людей? У сторонних организаций председатель, я не знаю, как он там, написал заявление или попросил кого-то провести проверку по поводу законности создания профсоюза. То есть, сейчас съездит следователь, опрашивает всех, кто подписался под коллективным требованием по списку. Он отдал ему список, там крестиками помечены те, кто не отписались на требования. И он их опрашивает на предмет, состоишь ты в профсоюзе, не состоишь ты в профсоюзе. Такими путями они выясняют просто, кто именно стоит в профсоюзе. Ясно. Ну, следователь это представитель власти, да? Да. Отсюда такой вопрос, а люди как реагируют на это? Кто-то отказывается от своих подписей, либо наоборот пытаются, скажем так, еще больше и жестче отстоять свое право? Тут получилась очень интересная ситуация, то есть, когда мы отправили коллективные требования уже председателю, то есть, начальство сразу начало распускать слух то, что скоро будет большое сокращение, от многих мы избавимся, то есть, от самых таких этих… Активных? Да. И люди, людей напугали. Кому-то, может быть, предлагали. Вот мне одно заявление лежит от членов профсоюза, то есть, ему предлагали отписаться прямо. То есть, заводили, предлагали писать объяснительное то, что в такой форме, что Свистунов ввел меня в заблуждение. Там я подписался, сам не понял под чем. И да, люди начали отписываться от этого. Ну, это, в принципе, я считаю давлением со стороны руководства. Потому что они прекрасно знают, что в деревне сейчас работы как таковой мало. Плюс то, что у нас предприятие не в лучшем положении. То есть, напугать людей тем, что это будет сокращение, это проще простуду. Алексей, а ты бы мог еще поподробнее рассказать о профсоюзах в целом? Ну, для чего это нужно? Потому что, я думаю, наши видео будут смотреть не только члены Рабочей партии России, а также люди, которые работают на других предприятиях в вашем районе, в Нижнем Новгороде. На самом деле, у профсоюза очень большие возможности. И вот пытаюсь людям вот это донести. То есть, многие просто, это не их вина, как говорится. Просто они не знают, что такое профсоюз, для чего он делается, для чего он создается и на что он способен. То есть, профсоюз это орган, это рабочий орган состоит из рабочих, управляет с рабочими и работает в интересах самих рабочих. Для оставления своих прав, то есть, чтобы на предприятии соблюдалось законодательство, Трудовой кодекс России, трудовой, там гражданский, уголовный. Он служит методом, скажем так, уравнивания возможностей руководства и рабочего коллектива, если он есть рабочий коллектив. Если есть хороший профсоюз, хороший рабочий коллектив, то шанс работы дателей работника как бы уравнивается. Он может защищать рабочего от необоснованного увольнения, даже если есть какой-нибудь там выговор, там что-нибудь где-то, то есть профсоюз может как-то этот вопрос решить. Если профсоюз сильнее снесено в коллективный договор, без его разрешения нельзя уволить человека. Например, в Трудовом кодексе описано, что нельзя сократить без мотивированного мнения профсоюза. Некоторые говорят, что, типа, ну что это такое мнение, вот он там посмотрел, во-первых, обладатель это мнение там порвал и выбросил, а вот нет. То есть, да, он может посмотреть, выбросить, писать там заявление о сокращении, но вот этот профсоюз, на самом деле, если он хочет что-то делать, он может подать в суд. Он может оспорить, то есть отдельный работник это сделать не сможет. Ну, конечно, может быть, сможет, но на это надо очень много сил, энергии, говорится, и многие просто плюют, бросают и уходят. А если есть профсоюз, который занимается именно этим, то он сможет отстоять. Очень легко. Ну, то есть, работающий профсоюз, это такой орган, который действует по закону? Да, он действует, это совершенно законный орган. У нас есть конституционное право объединяться в профсоюзе. То есть, это не может запретить никто. То есть, как сейчас, на первых, возбудили у нас проверку там, что незаконность профсоюза, я вообще не понимаю, зачем его возбуждать. Потому что, как можно незаконно организовать профсоюз? Если тут делается очень просто, собираются встречи человека в любом месте, пишут учредительное собрание, пишут, что мы учреждаем профсоюз, выступил такой-то, избрали представителя того-то, правком заместителя того-то, правком того-то, все. Все. Подписались, отправили там вышестоящие, если хотите, как говорится. Ну, на первом этапе, если на самом деле там организация слабая, лучше под кого-нибудь залезть, как говорится, чтобы там была юридическая поддержка, информационная поддержка. То есть, ну, желательно вообще-то так вот, как в моем случае, например, рабочая партия России стоит, тоже информационная поддержка обеспечивается. Чтобы вас не задавили в этот первый момент. Если, говорится, у вас сразу, если вы там, я не знаю, правда, как это, ну, может быть, есть где-то такие предприятия, где вы сразу нашли 50% рабочих, которые собрались, и сразу же собрались, и сразу сделали большой профсоюз, то, да, вы можете сделать свою первичку сразу, свою собственную. Хотите юридически оформлять, хотите не оформлять, и уже сразу начинать диктовать свои условия, то есть, с вами уже сделать что-то будет очень сложно, то есть, с вами самим, если на самом деле там коллектив. Профсоюз я объясняю всем то, что я никого не тороплю, и никого, как говорится, не принуждаю вступать в профсоюз, я говорю, что это, я говорю, что это необходимо, но мне нужно, чтобы человек решение принял осознанно, чтобы он понял, зачем он это делает, чтобы не было потом, ой, а куда я вступил, что я сделал, почему меня что-то заставляют тут делать, почему меня начинают давить тут, почему начальство меня кост смотрит, нет. Человек должен осознать, что он делает это для того, чтобы лучше положить свое положение, лучше положение предприятия, и в перспективе, когда профсоюз, если станет там сильнее, И можно сделать лучшее положение самого предприятия, если он, например, руководство не справляется, если у него не получается руководить, то профсоюз даже может в какой-то мере вмешиваться в управление. Ну, то есть я хочу уточнить второй момент, что профсоюз никогда не бросит работника, который будет находиться в профсоюзе, то есть работающий в профсоюзе. Да, вот именно про это я тоже говорю, я объясняю, как. Ну, в принципе, это очевидно, но я говорю, вот мы написали коллективные требования, мы написали, да, все ура-ура, стали подписывать, 47 человек, как говорится. Это еще те, которые, без тех, которые сомневались, и то, что я не обошел, не успел обойти всех, потому что у меня все, то есть там уже не было времени, я бы собрал больше. И, говорю, побежали отписываться. Вот видишь, например, ты не отписался, а люди отписались. Да, их напугали, их просто напугали. Я, кстати, их понимаю прекрасно. Там на самом деле, ну и дома семья, кредит, а их сказали, там тебя сократят. Я никого не виню, как говорится. Это все житейское, как говорится. Человек есть человек, своими проблемами. А, говорю, в профсоюзе, например, вот ты уже, мы вступили туда, ты уже понимаешь, что ты делаешь. То есть мы написали, ты уже знаешь, что тебя не бросит. То есть никто же свою подпись не заберет. То есть если на тебя начальство надавит, тебя есть кому заступиться. То есть не получится у нас на месте заступиться. У нас есть вышестоящий профсоюз. То есть там другие юристы. Есть прокуратура, в которой можно обращаться уже не от имени, там двух-трех человек, а от имени коллектива. То есть коллективные требования даже в прокуратуре, они потому что их под клемку не задвинешь, как говорится. Это уже тут сила коллектива в организованности. В принципе, да, работодатель у нас, он испугался этого. Он испугался профсоюза. Алексей, а может быть люди так неохотно пока идут в профсоюз, потому что там взносы надо платить какие-то или еще что-нибудь. Ну то есть люди всегда остро на это реагируют. Да, очень больная тема. Потому что когда я принес документы в контору, ну мне сразу бухгалтерец с тобой хочет поговорить с заместителем. Я к нему прошел. Вот что меня удивило, я думал, заместитель все-таки председатель там, это брат его, в общем, нашел председатель, брат. Ну человек должен говорить, сумный, разумный быть там, все. И он профсоюз. А он говорит, а у нас есть профсоюз? Я говорю, какой? Он говорит, колхоз. Я говорю, это не профсоюз вообще-то. И знаешь, вот мне как-то сразу стало понятно, что разговаривать в принципе не о чем. То есть он взял вот устав, смотрит на эту бумажку на регистрационную. Я говорю, читайте устав, там все написано. А что ему еще объяснять, если он не знает разницы между профсоюзом и коллективным хозяйственным кооперативом. То есть профсоюз это орган всех работников, кто работает на предприятии. А колхоз это организация тех, у кого есть спаи в этом хозяйстве. Насчет взносов. Да, и сразу же тут начали, в первый же день, были распущены слухи со стороны руководства. То, что те, кто подписался под коллективным требованием, автоматически вступили в профсоюз. Автоматически. И теперь будут платить 10-15 зарплатов лично мне. Вот такой. Вот как. Да. И народ, честно говоря, тут маленько ударился в панику совсем. То есть кто-то нет. Ну потому что, правда, они не знают, что такое профсоюз. Я говорю, это не их вина. Это моя, наверное, вина, потому что я не провел предварительную работу. Я просто думал, люди знают, что такое профсоюз. Честно говоря. Ну я думаю, просто времени не хватило, наверное. Да, и времени не хватило, потому что у нас получилось так, что нужно было его делать. Потому что нужно было его делать. Это, конечно, потом все разъяснилось, потому что никто никому платить не будет. Но первые дни было довольно весело, я скажу. Люди подходили, буквально за грудки хватали. Ты куда меня втащил? Что теперь будет? Какого этого? Не очень так. Ну маленько. Потом все разъяснилось, так разрулилось. Но все равно, как говорится, у людей осадочек остался. То есть уже как настороженно так смотрят. Что это такое? И тем более, как говорится, приезжал человек из Новокров из Москвы. Это я сделал для того, чтобы, как говорится, не было никаких придирок к созданию профсоюза возможных. То есть мы могли просто, у нас не было опыта создания. Могли ошибиться в коммунте документы, как говорится. Где-то что-то не так оформить. И просто нас могли признать незаконными, скажем так. Вот я вызвал человека из Москвы. А он, когда искал меня, зашел в магазин и спросил, где же это Свистунов. А он такой волновил, такой большой такой человек. С ним была девушка. И Кирилл был тут из этого. И на следующий день все там приезжали двое. Искали Свистунова. И тут народ вообще. И то, что Москва. У нас был печальный опыт в колхозе общения с Москвой. То есть приехал человек, он как бы со стороны. Там каким-то образом, я не знаю, там, по слухам. По слухам. Кого-то подкупали, кого-то там уговаривали. В общем, таким образом сместили старого председателя. Поставили другого. И он хотел завладеть именно колхозом. То есть он сам как бы не стоял членом СПК, но он всем этим руководил. И он был именно из Москвы. Его удалось убрать, в конце концов. У нас колхоза очень много денег у нас. Это вообще. Вот есть мнение, что, чтобы чего-то добиться, нужно выйти на какой-нибудь митинг, встать к зданию администрации с какими-нибудь плакатами. Вон кто-то встает на колени с плакатами и просит Путина, самого президента, чтобы он изменил их жизнь к лучшему. И так далее, и так далее. То есть, что думаешь вот по этому поводу? По этому поводу, я думаю. Я говорил как-то на РКР. Про эти митинги, наверное, повторю то же самое. На митинг приходит кто? На митинг приходит, извините, выражение толпа. То есть люди, которые, ну может, которые вот ядро, ну может, друг друга знают там. Остальные пришли, они друг друга не знают. Они пришли, выросли свое конкретное недовольство в конкретной ситуации. Они пришли, выпустили пар. И они остались той же толпой. Они разошлись по домам. Все. То есть, в следующий раз они могут просто не собраться. Они друг друга не знают. У них нет общей цели. У коллектива должна быть цель, с которой он идет. А здесь какая цель? Если брать то, что результат всех этих митингов, мы видим на лицо. Вот некоторые говорят там, что типа мало народа выходит, поэтому там власти не реагируют. Нет, я вам скажу то, что пускай даже будет миллион. Они так же постоят 2-3 часа, покричат и так же разойдутся по домам. То есть, это повторится раз, два, три. Потом люди, осозная бесполезность этого, и походить так же опять перестанут. Ну то есть, получается, что у людей лично свои цели, там, прийти на митинг. Кто-то хочет покричать, кто-то подержать плакат, кто-то попасть в телевизор, получается. Кто-то попасть в телевизор, например, у кого-то для отчетности, то, что вот мы провели, там, митинг, там, выставить красивые фотографии, там. Нет, ну можно, как говорится, если для привлечения внимания общественности, для информационной шумихи, это можно сделать, там. То есть, выставить пикет, сфотографировать, в соцсетях распространить. Это, в общем, даже, скажу, полезный такой момент информационный. Это можно делать. Но без того, чтобы, без именно коллективной, без организованной борьбы вот именно рабочих, чтобы они были объединены в другое, в партию, в профсоюзы, какие-то общественные объединения, у которых в целях именно стоит улучшение жизни самих работников, без этого эти митинги бесполезны. На эти митинги должны выходить вот именно эти коллективы. То есть, когда пришли организованный коллектив, который знает, что он хочет, который разошелся, потом опять же так же собрался, в любой момент, в любом месте, вот это уже будет иметь эффект. Когда люди увидят, что против них не толпа, когда власть увидит, что против них не толпа идет, а идет организованные люди, которые осознают, что они делают, не просто айдя на митинг, сходим там, постоим, покричим с флагом, помашем, красиво там, катусуемся. А именно, что это... Они осознают, что митинг это просто промежуточный этап, как говорится, вот так просто сходить, там, ладно, просто власти покажем, а на самом деле работа идет в другом направлении, в другом месте, и она идет постоянно и непрерывно. То есть не то, что раз в полгода собрались мы на митинг. Все, для галочки отписались. Все, ура, мы молодцы. Мы боролись. А почему мы не победили? Потому что другие не пришли. Примерно такое вот у меня отношение. То есть нет, я сам могу прийти на митинг, например, там, на самом деле, постоять там для массовки. Если, правда, пообщаться с людьми, может, кого-то там, единомышленников найти, это можно. Ну вот, выходит там газета, можно раздавать. Такие неприятия посещать нужно. Но в основном они, те, кто сейчас организовывает, у нас в основном КПРФ организовывают митинги, Левый фронт, они больше спускают пар. Алексей, а вот если говорить про КПРФ, это коммунистическая партия, не коммунистическая? Потому что они очень много представлены в соцсетях, и люди, опять же, зовут на митинги, и выступают вообще за какой-то обновленный, там, социализм, я читал. Скажем так, мне сейчас, на данный момент, помогает один из КПРФ. Да, он разместил на, в группе, кстати, он хорошо помог. Он помог чисто с информационной точки зрения. Информационной части. Он разместил, он секретарь, не секретарь, в общем, по-моему, секретарь Пименского ЦК, он разместил статью, на которой обрисовал положение, то есть вот нашлись люди, которые сделали профсоюз, которые вот, то есть предприятие там чуть не разваливается, такое все осветил. То есть помог создать такое, что о нас узнали в районе. То есть без него бы, вот это, за пределы колхоза, вряд ли бы, вот до этого момента, до этого момента, пока вот мы с собой пишем, вряд ли бы вышло за пределы колхоза. А сейчас уже, наверное, в районе знает. То есть сейчас знает уже администрация, эта запись понравилась главе нашей администрации, Бачкану, мог себе ее репостнул даже. То есть в этом плане он помог. Но, опять же, вот это их упор на выборы в основном. Я с ним разговаривал на эту тему. Он говорит то, что вот эти все ваши РПР, все эти РКРП там, все это, это партия спойлера для оттягивания голосов. Я ему сказал, говорю, ну вообще-то в выборах не участвует. Как говорится, мы своих анистатурных не двигаем, так же спойлером просто быть не можем. Я говорю, ну давай, вот я пытался найти точки соприкосновения. Я говорю, ваша цель, ваша цель, прийти к власти. Да. Я говорю, ну каким путем? Путев выбор, правильно? Ну чтобы теперь на выборы люди пошли, на выборы, то есть чтобы они поняли, осознанно за что-то пошли, их нужно как-то образовывать внизу. Они должны понимать, что такое коммунизм, если вы коммунистическая партия. Какие конкретно интересы вы их представляете, с какие интересы они борются. Я говорю, если вы ничего этого не делаете, то естественно люди за вас не идут. Я говорю, рабочий парень занимается. Мы как-то, у нас есть фонд рабочей академии, который может, красный университет, который может ступить любой, изучать там марксизм, коммунизм, аукологи Гегеля. В общем, по всей этой позиции мы с ним не сошлись. Алексей, а вообще вот хватает ли силы, времени, чтобы вообще читать, изучать какую-то литературу и так далее? Или все-таки назрело время уже для сокращения рабочего дня, чтобы работник смог развиваться? На самом деле времени катастрофически не хватает, особенно в деревне, потому что, теперь даже пускай у нас 7 часов рабочий день, у меня в договоре написано, я отработал 7 часов, я пришел домой, если это лето, я до заката работаю дома. Буквально слой до заката. То есть огород там, где-то что-то подремонтировать. Подсобное хозяйство, да? Да, подсобное хозяйство. И так практически все. Вот на самом деле, вот скажу такую вещь, пускай мне никто не обижается, то есть некоторые люди спасаются от этого всего, от этого вот рутины, которая постоянно затягивается с утра до ночи. Люди просто некоторые бегут за поем. Ну правда, потому что по-другому вот, как-то из этого вырваться, они не могут. То есть вот это вот, мне кажется, чисто психологически, вот человек выпил вина, как-то все это ушло, говорит, сон это освободился, вот люди находят в этом выход. И это очень страшно, честно говоря, потому что очень много людей спивается буквально. Наверное, это в том числе и молодые люди. И молодые тоже. А что были катать? Я сам чуть не спился. Таким вот образом. Потому что не видел выхода вообще. То есть вот ты работаешь, с утра до ночи работаешь, у тебя денег нет, у тебя ничего нет, вещи на нищете. И правда выпал, и хорошо. Потом все-таки нашел цель жизни и решил, что... Надо бороться. Да. Потому что кроме тебя... Ну как бы, говорю, объясняю простую ситуацию. Вот как всем объяснять рабочую партию России? Ты приходишь на рынок. Так, взял апельсины 50 рублей. Ты же их... Не скажешь, давай я куплю у тебя по 70. Не скажешь. Так что ты приходишь к работодателю. Он говорит, я тебе буду платить 15 тысяч. Все. Он будет норовить, чтобы он покупает тебя, он покупает тебя на этот период 7 часов за 15 тысяч. И он тебе не заплатит больше. Зачем ему? Он покупатель, а ты продавец. Если ты не будешь сам бороться за свою зарплату, тебе никто не даст. Никто тебе не поднимет. Алексей, то есть ты намекаешь на то, чтобы рабочие объединялись и становились монополистами продажи рабочей силы. То есть коллективно продавали рабочую силу. Они поодиночке правильно я понимаю? Ну это не намек. Это прямо вытекает из этого. То, что рабочие должны иметь свой орган, который, да, объединенные рабочие, именно рабочие коллективы, иметь монополию и диктовать цену свою рабочую силу. Без этого никак. Без этого никак не получится. К этому надо стремиться. Это, конечно, в перспективе, но вот к этому именно надо идти. Если рабочий хочет жить хорошо, он должен осознать, что не у него одного такие интересы. То есть у тех, с кем он работает, тоже такие же интересы. И пускай там вы когда-то там поругались там с соседом, там говорите, что-то кому-то там морду набил, там что-то. Но вот этот интерес конкретно сейчас у вас есть общий? Есть. И вот на этом вот надо конкретно с этим интересом объединяться. Вот насчет деревни, скажу, это довольно сложно. А почему? Ну там вот есть такое вот, есть, я не говорю, что все там, но вот есть такие моменты там, а она мне когда-то что-то там плохо сделала, вот такая. То есть... То есть личные моменты. Да, личные моменты. Там все-таки замкнутый коллектив, как говорится, люди всю жизнь живут в одном месте, рядышком. Все друг про друга все знают, все, буквально, все подноготные. И вот в этом плане, вот, конечно, тоже сложнее. Алексей, а еще такой вот момент. Рабочие, объединяясь, они как, каким образом могут себе поднять зарплату, если администрация или руководство, предприятие, или собственники вообще никак не хотят идти на переговоры, уговоры, там, не хотят выслушивать и так далее. То есть, помимо того, чтобы создать профсоюз, да, что можно еще сделать с предприятием или на предприятии, чтобы все-таки рабочих, работников услышали. В перспективе. Ну, в перспективе, первое, конечно же, опять, начать с коллективного требования, установить, например, ну, как, коллективный требование тоже писать, там, например, установить нам зарплату, например, 25 тысяч, там нужно от чего-то отталкиваться, чтобы, говорится, была тема для переговоров. Например, пишем там, установить тарифную, ставку, часовую, да, например, 200 рублей в час, к примеру. Алексей, извини, перебью, а вот, допустим, создать какой-то коллективный договор на предприятии, это уже следующий шаг? Да, это, ну, как следующий? Начинать надо с малого, с этих требований. Коллективный договор должен писаться уже. А, то есть, заблаговременно, получается? Да, например, у нас в предприятии есть коллективный договор, но пока еще нам не дают с ним знакомиться, то есть... А, не дают ознакомиться? Да, пока еще я его не читал, вот надо его посмотреть, какой договор там есть и какие изменения там можно нанести. То есть, и нужно ли там вообще что-то носить, потому что он писался, по-моему, как мне сказали, в советское время, а там были неплохие коллективные договора. То есть, там, может, ничего не надо менять, нужно просто добиться его исполнения, может быть, даже так. Но для этого, значит, в профсоюзе должно быть больше половины работников предприятия, чтобы уже еще более организованно и слаженно действовать. Правильно? Да, тогда в этом случае профсоюз заменит собой общее собрание, потому что коллективное хозяйство это общее собрание. Просто собралось общее собрание профсоюза, и это равносильно общее собрание всего коллектива рабочего. И все. И это решение уже будет иметь вес. Ну, помимо даже коллективного договора, что работники или рабочие могут сделать? То есть, ты просто упоминал о том, что даже рабочие могут взять под контроль предприятие в некоторых случаях. Ну да, это в режиме забастовка работает. Если не выполняются какие-то требования, возникает трудовой спор, заводим, создаются комиссии по трудовым спорам, естественно, там ничего не решается, создаются забастовки, и является режим забастовки. То есть, когда предприятие забастовка, контроль над ним переходит в руки рабочих. То есть, они организовывают сами, необходимые работы организовывают, охрану, и этот режим забастовки может проходить бесконечно долго. Ну, как, работать с имперни по 7 часов, там, по 5 часов, это тоже забастовка. То есть, предприятие будет как бы работать, но будет работать неполной силой, можно работать 4 часа, ну, как коллектив захочет, так установить. Ну, то есть, можно сделать так, что сначала работает, допустим, до обеда одна бригада, потом после обеда другая бригада, первая не работает. То есть, это такой творческий момент получается, коллектива, как говорится, да, просторляя, там же. Ясно. Ну, понятное дело, что провести забастовку при нашем законодательстве, это очень сложно. Совершенно верно. Но, не нужно останавливаться, как говорится, на достигнутом, то есть, рабочим, которые уже чего-то добились, да, и начали движение в этом направлении. То есть, получается, что забастовка это одно из самых эффективных средств, чтобы добиться своего. То есть, исполнение своих требований, исполнение коллективных договоров, и чтобы просто улучшить свое положение на производстве. Правильно? Да, правильно. И вот в нашем положении, как говорится, положение вот этого колхоза, которому, например, я не хочу наносить ему вред. То есть, оно у нас так еле-еле на плаву держится, благодаря усилиям некоторых людей. Мне не хочется наносить ему вред. Просто мы могли бы сейчас организовать кучу проверок, за которые пришли бы там миллионные штрафы, но об этом в первую очередь пострадаем мы сами. То есть, коллективное хозяйство. И поэтому нужно решать другими внутренними методами. То есть, то, что мы написали в прокуратуре, это была вынужденная мера. Мы написали коллективное требование руководства, чтобы оно обратило внимание на проблемы рабочих, то, что люди недовольны. Люди недовольны, вы с ними поговорите, вы объясните, что-то там добавьте, ну, пообещайте на крайний момент. Скажите то, что да, 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 мы все поняли. Вот там, подождите, месяц еще там. Вот мы сейчас сколько там выплатим. Нашли бы они, как красиво выйти из ситуации. Но, извините за выражение, не включили бы К. Нет и все. Нет и все. Я тогда вот с заместителем тоже еще раз разговаривал, точнее, пытался поговорить. Тут был только наезд с его стороны, естественно. Ты там что-то не понимаешь, ситуацию не понимаешь. Говорю, хорошо, объясните мне ситуацию. Вот объясните, поговорите со мной. Говорю, вот эти вопросы, которые озвучены, это то, что в головах людей, то, что в головах работников. Я говорю, вот это вы прочитали, говорю, ну, поговорите, кто-то такой, чтобы я с тобой разговаривал. Ну, то есть понятно, что руководители предприятия ни за что не откроют информацию о прибылих предприятия, о каких-то отчетах и так далее, да? И так далее, и так далее. Потому что там могут быть какие-нибудь, ну, это мое предположение, что могут быть какие-то незаконные вещи. Я не знаю, в общем. То есть утверждать конкретно я не могу, потому что у меня нет на руках финансовых документов, я не могу, нас, естественно, к ним никто не допускает. Мы даже не знали закупоченный цен на молоко. То есть вот такие моменты. Мы не знакомы с положением в оплате труда. Ну, то есть проконтролировать финансовую деятельность предприятия нет возможности? Нет никакой. То есть это могли бы сделать члены СПК, если... Тут еще один момент. Раньше колхоз состоял в ревизионном союзе. То есть они сами себе проводили ревизию, ревизионный союз, и там, говорили друг дружке, ревизию проводили. Сейчас он вышел из этого ревизионного союза и проводить ревизию некому. То есть сейчас не подконтрольно. Практически никому. Могут организовать аудит только учредители. Там 8 человек. Но они этого делать не будут, наверное. Я так думаю. Наверное, им это не надо. Ну, первая статья там, ну, нераспределенная прибыль. Есть такое. Раньше назывался амориационный фонд, когда я учился. А сейчас называются нераспределенные прибыли. Там достаточно много. Там у нас 200 миллионов нераспределенной прибыли. Ничего себе. Ну вот, да. Только я вот не знаю, почему ее не пускают в дело. То есть, например, поголовье падает, да. Ну, поголовье падает по объективному причину. Потому что, например, есть, тысячи голов, да, дойных. Они каждый год рожают корову каждый год по одному теленку. По одному. То есть, половина может родиться быков. Осталось половина телок. Из них, например, процент 30 умерли от болезни, ничего. Ну, и на замену выбор, что сколько остается там. Например, из тысячи голов, например, осталось голов 500. Ну, даже меньше 400. На следующий год, опять так же, в результате поголовье падает. Чтобы поголовье постоянно стоялось на одном уровне, нужно закупать, докупать. У нас это сейчас не производится. То есть, объективно, сейчас идет у нас сокращение, деградация. И она будет продолжаться дальше. Вот мне интересно просто, вот эти деньги, они амориционный фонд, это идет, представляешь, что такое амориционный фонд, да? Это на восстановление основных фондов. На восстановление дворов, закупку техники, не нужно быть экономистом, чтобы понимать, что это такое. И она, похоже, у нас никуда не уходит. То есть, все лежит в кубышке. Я не знаю. На черный день, можно так сказать, для акционеров или там собственников и так далее. Наверное, я не знаю. В общем, если как открытый отчет, есть открытые данные, которые, они не детализированы просто, вот, нераспределенные прибыли, там, 200 миллионов, 231,5 миллиона. То есть, она каждый год добавляется. То есть, она прибавляется. То есть, распределенные прибыли откладываются туда. Но они расходуются. Отсюда вопрос. Можно ли, значит, в таком случае наших капиталистов называть капиталистами по определению или нет? Нет. Конечно же, нет. Капиталист, если по определению, когда им были еще времена Марксом, может быть, и сейчас такие есть, он прибыль вкладывает в развитие производства. Прибыль идет в развитие и приносит еще большую прибыль. Деньги вкладывают в производство и приносит еще большие деньги. Идет развитие, идет укрупнение, что, в конце концов, там приводит к монополиям, там, слиянием, ко всему этому. Расширяется производство, люди получают новые рабочие места, усовершенствуются технологии. То есть, чтобы получать больше прибыли, ему нужно закупить более современное оборудование. И он получает опять же больше прибыли. Это в интересах капиталиста. Если он капиталист, я даже не знаю, как слово подобрать к тем, которые сидят на предприятии, которое досталось им от кого-то там, которые сами ничего никогда не сделали в жизни с нуля, никакого производства. То есть, он даже не понимает его ценности. Он пришел, вот, как на кормушку сел, я буду здесь кормиться. Все. То есть, он что-то там пытается поддерживать, чтобы, как говорится, уж совсем там ему в ручьек не иссякать. Если какие-то проблемы возникают, что он делает? Сокращает рабочих, снижает зарплату, чтобы поток прибыли не стекал. То есть, он знает только слово прибыль. Хорошо, если не путает выручку с прибылью. Это уже, кстати. снижает зарплату. Давай подведем с тобой итог. Еще раз, да? То есть, как бороться рабочим и работникам на предприятиях, чтобы улучшить свое положение экономическое, улучшить, значит, условия труда? Вот, то есть, как, то есть, известный вопрос, да, что делать? Да, что делать? Сила рабочих может быть только в одном, в коллективе, больше ни в чем. То есть, поддельность все рабочие, это ноль. То есть, ты можешь один что-то там взбухать, но тебя просто уволят и все. Возьмем даже, посмотрите, вот, на всех предпринимателей. У них всех есть какие-то союзы промышленников, союзы, там, например, производители молока, там, к примеру, они объединяются в союзы, хотя кажется, эти предприятия, но они все равно объединяются в союзы. Они объединены, они объединены. А мы боимся объединиться даже на одном предприятии с кем-то, с своими коллегами, для защиты своих же интересов. Больше всего, чего боится работодателя, это коллектива. И он делает все, прилагая все усилия, начальники подразделения, например, все эти, они делают, они именно на это работают, чтобы как можно больше разделить коллектив. На это идут там всякие методы. Кому-то чуть-чуть заплатят, побольше, например, на две тысячи. Кого-то там лишили, например, за эту премию, а этого не лишили. И все, между людьми происходит, как говорится, уже непрязнь. И объединитель довольно постановится потом проблематично. Только объединяться больше никак. Потому что на данный момент у них монополия на покупку рабочей силы. На покупку рабочей силы у них монополия сейчас. То есть он уставляет свои условия, он уставляет условия зарплаты, и рабочим нужно делать свою монополию на продажу своей рабочей силы. Это, конечно, более глобальный масштаб, не в одном колхозе, но просто должно идти по всей стороне. Например, у нас есть в России крупное объединение профсоюзов, вот это все. Если они будут работать в этом направлении, будут работать в этом направлении, то есть привод, например, обратят внимание на программу ФПР, рабочей партии России, то, я думаю, в России можно будет исправить положение, если трудящиеся будут жить достаточно хорошо. На уровне стоимости рабочей силы. Если капиталист начнет платить нормальную зарплату рабочему, это просто вынудит его улучшать технологически, облегчать условия труда, потому что пока на данный момент упорится тем, что, например, не нужно покупать там экскаватор. Как говорится, два солдата с трейбатой заменяет экскаватор. Бить на это. То есть объединяться и бороться. Ну и напоследок, Алексей, есть что пожелать работникам твоего предприятия? Моего? Да. Да, есть. Счастья, здоровья, хорошие зарплаты и давайте как-то объединяться и действовать. Потому что пытаться по курилкам, говорить все из-за глаза, то, что я бы ему, да его там это, надо делать это, это все слова. Стрясение воздуха ничего не меняется. Меняется только действие. Я очень благодарен тем людям, которые поддержали меня и им действие. Те, кто оказался способен на действие. Хотя бы даже на такое, как просто поставить свою подпись под коллективом требования. Это был достаточно смелый шаг. Потому что пускай они даже потом отписались. Но это был смелый шаг с их стороны. Я, кстати, уважаю. Вот. Побольше смелости, поменьше робости. Хозяева предприятия вы, они руководствуют. Ну, конечно, если вы будете объединены в коллектив. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok